дорогие зрители канала приглашаю вас в музей мюнхаузена а вот и он сам наш герой боже сколько здесь чучу я считаю таким за этим местом силы здесь прямо можно зарядиться я лично столкнулся с их агрессия жизнь блогера просто в опасности друзья всем привет всем здравствуйте давай пожаловать на канал к вашему блогеру феликс он уезжает на автобус как я у него попал посмотрите предыдущем мне чисто повезло а я приехал в дунте и здесь находится музей мюнхаузена бывшая вилла мюнхаузена можно сказать так для меня вообще было открытие что оказывается мюнхаузен сколько-то лет прожил в латвии и это находится буквально в часе езды от риги я здесь уже когда-то был но я еще когда не был youtube блогером на час вот я приехал и буду вам показывать почему я сюда приехал потому что это видео полностью спонсировано одним из спонсоров спасибо большое что поддерживаете такие видео обычно к сожалению не набирают никаких просмотров и не приносят нам блогерам никакой прибыли так скажем но я очень люблю показывать такие места люблю путешествовать и я легкие на подъем и надеюсь вы тоже вместе со мной если вы за такое поставьте лайк и пойдем смотреть так местечко называется дунте забегая немножко наперед жена мюнхаузена она была отсюда из этих прекрасных мест и носила фамилию фондунте там одна из первых достопримечательностей это кружка пива вернее башня переделанная под неё раньше она была разукрашена сейчас почему-то краску сняли не знаю почему она буду единственный человек который сюда приехал на общественном транспорте но вы предыдущие видео видели как много людей ездит междугородним транспортом в латвии я побоялся идти по шоссе свернул потро по тропе протоптан ну тропинка куда ты нас приведешь ну куда-то из лес я вышел такое прекрасное идеалистическое просто место и мы направляемся в гости к барону мюнхаузену раньше здесь находился лимбожский краеведческий музей сейчас недалеко от города лимбожо мне кстати очень даже нравится если будет возможность туда тоже когда-нибудь съездим и это область латвии называется видзема здесь нас встречает аист ну и потом предприимчивые ручки этот музей переделали потому что это место связано с мюнхаузеном и 32 мая 2005 года музей открыл свои двери для посетителей и для нас тоже поэтому пойдемте и посмотрим уже как тут прекрасно просто какая-то чудесная умиротворяющая атмосфера но помимо самого музея посетителей сегодня немного как вы видите здесь еще есть гостиничный комплекс очень симпатичный можно здесь остановиться наверное я так думаю лет и частный дом не знаю когда не хочу туда заходить также здесь есть место для пикников можно отдыхать и потом мы с вами пойдем через лес там красивая тропа мы выйдем к чудесному замечательному пляжу по которым я пройдусь вам покажу кстати на этом пляже ладно это скажу сейчас не буду интригу интригу и интригу сохраняю интригу ну что пойдемте музей смотрите какой герб я могу сказать только одно здесь очень убрано и очень чисто прям вот радуешься радуешься по-латышски такие вот здание называется мужа усадьба наверное правильно сказать по-русски да и раньше в таких люди и жили у них был было подворье здесь тоже работали крестьяне наемные рабочие и так далее и так далее ну а здесь как уже жила семья обороны ну вот здесь и жил мюнхгаузен со своей женой фондунте ну поместье хорошая добротный такой дом ничего не скажешь а еще сколько земли посмотрите принадлежал это богатенькие зажитные были ну наверное солнечных батарей которые вы видите на дальнем плане тогда еще не было но здесь большая территория надо здесь что-то выращивали какая грибница ну это дерево на точно наверное еще видела самого барона мюнхгаузена точно очень тут тихо и спокойно это прямо знаете прекрасно радует кто захочет приехать пожалуйста смотрите рабочие часы каждый день работает а по выходным даже до 6 очень классно так покажу вам цены значит взрослым 12 евро школьникам всем пенсионерам 6 но есть еще также семейные семейные билеты кому интересно а это комплекс это весь комплекс если хотите использовать там со всеми для детей аттракционами так далее да а это просто музей а тогда недорого 5 3 и 3 всего лишь и лесная тропа что же лесную тропу тоже надо платить чтобы просто по лесу пойти до чего нас встречают такие бобрики попрошайки хотят денежек да донаты любите я тоже люблю я вас понимаю прекрасно вот учитесь как деньги надо зарабатывать кстати вижу там белорусские рубли которые были еще в детстве нас 50 рублей а это 500 стоит два русские деньги но они уже не имеют никакой ценности уже прошлое дорогие зрители канала приглашаю вас музей мюнхаузена значит рассказываю вам прикол когда я еще не был в блогером я тут недалеко жил мне подруга разрешила жить у нее на даче и я прогулялся просто здесь когда-то пешком и походил и по лесной тропинке ничего я естественно не платил а сейчас я спросил у меня в общем музей интересует но я могу потом просто выйти к морю если хочешь выйти к морю заплатить ну раз уже платный проход по лесу то будем платить конечно но я вообще заметил знаете тут ты приближаешься к чему-то и есть дополнительные траты вообще там билет стоил как бы 12 евро но мне всего только десять я не знаю почему но вот например аренда платьев уже два евре к хотите при при облачке пожалуйста до платье ну радует что здесь еще нормально относятся ко всем языкам так что могу вам остановите почитаете ну пойдемте то есть примерно вот так вот живу барон я понимаю что он любил охотов тут столько тут столько убитых животных конечно а графиня баронесса фондон то любила меха любила будуар будуар какой будуар а вот и она сама ну что вы скажете же днему юнхаузен фондон то новинки симпатичными каждый девушек в восемнадцатом столетии построена и потом еще немножко реновировалась немножко довольно таки много раз можно сказать одна из первых фотографий а вот и он сам наш герой боже сколько здесь чуть-чуть неужели ты в этих лесах все это на охотил барон барон карта давайте посмотрим где мы сейчас находимся найдем ли мы сейчас сейчас где-то вот где-то ой как тяжело найти с этими названиями подождите секундочку ну по крайней мере мы знаем что здесь точно риган я так понимаю что это еще были другие времена с другими названиями я если честно запутался лодер может быть это сейчас долим боже я вообще даже не могу ничего сказать а вы нам можете что-нибудь рассказать пожалуйста какой-то самый жестокий музей в моей жизни я не знал что я не знал что здесь будет столько невинно убиенных животных барон вы шалили вы шалили вы любили место наверное да вот вы такое наверное здесь они выходили присаживались попить чаю либо покататься на лодке там хорошо что сегодня нету людей хотя это суббота я думал что сегодня наоборот будет очень много людей но на самом деле нет ну это и радует если честно не знаю пропустит ли это видео youtube вообще потому что здесь какие-то жуткие жестокости творились а вот и сам торжественный момент когда они обвенчались как вам барон старый проказник стул ангела интересно за него тоже надо платить чтобы присесть но нет это посмотрите тут просто произведение столярного искусства как тут все это складывается так интересно конечно а это уже современная вещь тут показывает сколько энергии сберегли сколько произвели в этом в этом в этой усадьбе вот так вот годовой отчет между прочим вам кинозал картинная галерея здесь можно поиграться в машинниках для такой музей знать они собрали просто все что было и сделали из этого так здесь наверно можно фотографироваться с искусственными цветами с алиэкспрессом ну ладно пойдемте смеяться над кривыми зеркалами ой какой я худюшка смотрите так бы всегда это карлик да так кто тут непонятно здесь я полностью расплываю вот здесь я толстенький такой толстенький ой здесь еще ну поднимаемся на второй этаж тогда как-то это быстро прошел у нас здесь высоковые фигуры но пойдемте смотреть кто тут представлен ах вернисаж ах вернисаж какой портрет какой пейзаж мне кажется очень его хорошо показали здесь он такой он всегда такой не улыбчивый райман паунс на маэстро маэстро так что мы играем сегодня макс ласпекс сила искусство пожалуйста пишите в комментариях считаете ли вы похожим либо не похожим кажется очень похож ну молодости конечно так тут какая-то королевская особо если честно я вот не смотрю пока что там написано но я чуть не могу это ве артман ошибся ошибся ве артман но я бы не знал я ее помню как больше уже в возрасте здесь она еще молодая я думаю что большинство моих зрителей и и узнали здесь я тоже не смотрю кто это и без понятия если честно без понятия кто это давайте по сергей а сергей эйзенштейн ну ладно как-то я его тоже немножко по-другому представлял но это черчилль тут уже как бы все должно быть понятно сейчас как посмотрю а это оказывается не черчилль феликс позорище а кто это это актер театра и кино да ну я прошу прощения я вас переслутом так давайте посмотрим кто это я не смотрю в описании кстати но стресс но у этой носковой фигуры так я так понимаю что это наверное местные знаменитости да как-то я если честно не не очень хорошо разбираюсь в этой тематике поэтому ничего не могу сказать вам хотя вот это вот херцог екобс ну это мы тут в жизни не догадаешься кто это густав 2 адольф это шведский король это екатерина первая махом с таким цветочком катрина пирма криверес императоры наслаждаясь этим пик прекрасным видом из окна вы можете сесть и написать здесь отца уксмен да но мы можем написать от всех нас правда давайте напишем я кстати пролистал и вы знаете что здесь нету ни одной записи поэтому друзья с почином нас мы самые первые ну давайте напишем спасибо вот зрителей канала youtube все вы приняли участие так ну наконец-то я увидел как выглядел крещенс бауров он собрал все латвийские народные песни в так вот такие вот шкафчиках они даже где-то хранятся уже не помню эти дайны они называются ну это как четверостишья что такое которые многие из которых потом стали песнями да такими вернее они уже были песни просто он ездил по латвии и из всех районов вот собирал и есть конечно издание а он был нас 100 100 латовой на купюре да я может даже 100 латиках то и не видел никогда не увидел наверное а вот во что они превратились потом эти 100 латовые купюры да крещенс валдена публицист это я не очень хорошо вас разбираюсь блауман есть улица блауман но есть одно но друзья смотрите может быть в этом есть какая-то закономерность потому что на этой улице у меня уже есть квартира посвященная этой даме а вот тут вот мы могли бы с вами уже как бы двигаться дальше потому что в принципе и на крещенобару на улице в риге я бы с удовольствием приобрел себе жилье единственно что там ходит трамвай мне не очень нравится на валдемара извиняюсь но не мое я просто всю жизнь свою работу по моему работал на валдемара не очень мне хочется ну вот блауман я ела очень красивая хорошая так и я зап свитов латвийский компонист композитор к сожалению к сожалению не очень так а здесь это райнис знаю даже где ему стоит памятник в риге как-то там снимал около вас господин ранец видео о мошенниках из полиции которые мне звонили так ну это аспази это по-моему так скажем единственная фигура а они же были парой да они были парой ммм да ммм так а это президент латвии первый первый или какой карлис улманс первый или какой президент все время путаю меня поправляли в комментариях ну как премьер министр сейчас агроном и из сельского хозяйства был а это он сам с женой около своей статуты есть кстати возможность сравнить похоже либо не похоже но относительно доктор паул страдыш университет имени его в риге находится там сейчас учится очень много студентов из разных стран и больницы есть тоже странами он такая университетская больница михаил толс шахматист известны советские и сейчас в риге тоже есть даже улице посвящена и построили красивый дом он так называется как красиво относительно красиво так он наверное был очень скромный даже не посмотреть на него ну это ульяна семенова я думаю что вы все знаете ее скибалиска 2 10 2 10 даже больше меня и потом скибал различные бокалы для пива со всех стран вау кстати посмотрите как много это очень много конечно эстония эстония литва это мои самые такие крупные подписчики подписчики на канале если у меня также из финляндии с нами смотрят швеции германии даже если таиланда гавайи астрелия китай сингапур япония монголия камбоджа мексика с украина польша великобритания ну да наверное нету нету зато есть беларусь но я вообще не люблю пиво но я помню от краница оливария такие самые популярные в беларуси градская даже ни разу не слышал раковский бровар слышал у них даже бар есть в минске три короля но что-то такое отдаленное брестская на брестская да помню речицкая помню оливария самое такое распространенное было всегда в беларуси не кажется но я не пил ну вообще-то здесь есть раша раша есть а где а где бокалы все друзья нашел нашел просто как бы давайте посмотрим а тут какие-то а тут че уже повернули то это ж не оттуда это вообще непонятно бочкарев золотая бочечка такой помню балтика на балтику всегда была распространенная остальное даже на мыши чакова так помню ну вот друзья в принципе и весь музей нет не есть тут еще есть потайная комната зажигается свет по детектору да а что тут интересно барона мюнхгаузен опера пьет зимшина второе рождение барона мюнхгаузена а вот есть издание на латвийском на латвийском языке первое в елгаве в риге в липая потому что ну вот это вот я кстати не знал что мюнхгаузен любил заниматься волейболом наверно не одно из его сказаний с этим связано посмотреть сколько сколько кубков волейбольная команда заняла выиграла так полды и вес пор отдал рту робештарды и урмала команд это их спонсирует значит артурический технический университет робештарды это пограничники и юрмала не совсем не понимаю какое отношение барона мюнхгаузена имеет его рстраутинч он был такое директор советские времена но и также потом стал предприниматель биатлон федерации юрий скупринанс фотография давайте посмотрим о знает что фотографировать ну загадочная фотография мы кстати сейчас пойдем на этот пляж так что приготовьтесь приготовьтесь на книжечки разных концов света и вообще все что с мюнхгаузеном связано например смотри фольки не провалиться карты игральные спички да и вот это вот это интересно воздух из санкт-петербурга эйр оф рига вот это вот попробовать бы конечно прикольно было бы правда как их говорят которые ставят на границе столбы пограничные до первого обнова шапка мономаха рядом ну а это какие-то залетающие на территорию объекта все теперь дошло потому что он был организатором мюнхгаузена мира мюнхгаузена то есть это до его рук дело все вот теперь сложился пазл как-то было тяжело дойти до этого ну вот этот фильм я помню вы помните как как звали этого актера вот видите у него плохое соотношение актера и именно яковлев что ли я плохо вообще с этим делом ну этот мультфильмы с вами посмотрели там же есть циферка 8 тот самый мюнхгаузен режиссер марк сахаров хаупт роля олег янковский янковский посмотрите кто пришел тут такой хозяин тоже ну-ка покажись какие у тебя глазки разные покажись покажись ну ты нам покажешь свои глазки покажи свои глазки такие красивые у тебя глазки хозяин вылизывает вылизываешь тебя до такой пушистый к сидел немножко заряжал свой телефон узнал почему не 12 евро одессе дело в том что я вам показывал там самом начале было вот это вот пивная кружка она кстати самая большая в балтии значит на реставрации потому они отнимают 2 евро так ну вот вам qr-код кто заинтересуется там вначале еще заезда ну те кто на машине будет приезжать будет мюнхаузен на ядре ну я думаю что вы помните некоторые некоторые рассказы ну вот смотрите как русский язык сейчас с белым флажком таким вот и музей известного мастера фантазии как-то непонятно откуда это слово непонятно ладно к сожалению рога остались без вишенок ну как есть на входе на так сейчас немножко прочитаю рот мюнхаузенов известен выдающимся учеными государственными деятелями и воинам еще с 12 века ну вообще не как бы из германии на несмотря на это именно ироним карл фридрих фон мюнхаузен жившие 1720 по 1797 год или просто барон мюнхаузен обрел бессмертие мировую славу и всеобщую любовь сам он был возмущен названием самого сам он был возмущен званием самого большого лжеца и рассматривал возможность подать в суд на тех кто помогал с написанием его рассказов а также издатель еще на веку барона мюнхаузена его персонаж начал свою самостоятельную жизнь во всем мире издавались книги рассказы о мюнхаузен и стали писать другие авторы более поздние времена даже зародилась отрасль науки мюнхаузенология были открытыми музеи мюнхаузен усадьба дунты также предлагает познакомиться с отважным солдатом пылким рассказчиком страстным охотником и любовником барона мюнхаузеном и увидеть мир по-другому также здесь есть кафешка но она не работает по понедельникам и вторникам так чтобы вы знали ну конечно молодцы даже к оформлению мест общественного посещения так подошли искусно ну там для детей да вот там уже частные дома на начинается ну а мы с вами идем по лесу здесь интересная тоже такая тропа мюнхаузена и выйдем потом к морю большую карту покажу да вот эта тропа пивную трубку кружки ведет она сейчас закрыта на реставрацию значит сказали здесь могут сейчас находимся здесь и здесь есть вообще 33 пути до как можно пройти маленькая средняя и самая большая мы пойдем самый большой но мы не будем так вот обходить то есть я только дойду до моря и уже возвращаться сюда не буду там разные разные приключения можно на свои точки найти чтобы не найти себе ненужных приключений надо сначала всегда будет немножко обработать написано 288 километров до таллина и 90 до риги ладно я вспомнил что тогда же я по пляжу приходил просто и сюда заходил и гулял по лесной тропе естественно я ничего не оплачивал с пляжа вход бесплатный если вдруг так вам намекаю но если уже приедете то придется по полной по полной оплачивать лесная тропа милла хаузена здесь еще кстати флажок не закрасили вы находитесь заповеднике биосферы северная часть видимо который является единственно храняем таким особо территорию всей латвии да здесь действительно красиво и леса здесь довольно таки непроходимые могу сказать вам то есть мы сейчас пойдем там конечно есть тропа но когда я гулял здесь просто просто гулял то конечно просто так войти в лес довольно таки тяжело ну чуть-чуть можно войти но потом уже все там там пару метров и и гудбай так а в какую сторону идти предупредили что видите здесь такой настил душа не очень скользкие да тем более только-только прошел дождик пока и мы с вами гуляли по музею сказали что надо быть осторожным потому что можно соскользнуть так маленькая тропа по моему там всего лишь 100 метров средняя уже закрасилась непонятно сколько короче вот а большая если весь круг сделать как на карте было 4 4 400 метров 4 километра 400 метров на его вот он олень с вишнями мы сейчас с вами выйдем на такой нетипичный для латвии пляж вы знаете латвийский пляж так у песочек такой классный мелкие золотистые белые сейчас вы увидите совершенно другой пляж вот но при этом смотрите здесь уже не сосновый лес а такое довольно таки ну как я говорю непроходимый уже такой скандинавский лес а пляже кстати когда-то со скандинавии и прилетел ну давайте все всему свое время сейчас покажу и поздравьте меня пошел дождь мюнхаузен сам себя за что за уж за ухо за волосы за что он там себя из болота вытянул помните за косичку так что надо отращивать на всякий случай видите он он тоже хотел сопротивляться и не доверять уже информатором все было правда он уже тогда был понимаете контент креатором и защищал свои авторские права на свои рассказы какие-то вот такие вот мухи появились гибридные вообще все равно и вообще все равно и вообще ни на что не реагируют это мутанты мутанты пока заряжался телефон был комментарий от одной девушки что просматривает шведский мой сериал мне очень понравилось этот вот лес мне очень напоминает сейчас лес около стокгольма там у нас тоже было много видео туда сбора грибов под стокгольмом тому кому интересно всем туда плейлист шведский сериал ждет вас ну грибы вы видели но это поганки это лето к сожалению не алло не грибное пожалуйста лунный мост как он там взбирался взбирался стамбульские ворота с быком бобер бобер так естественно найдет уже наполовинку туда тут еле-еле конечно заметно что море написано туда юра идем на юру лесной мед кому лесной мед хочу сказать что конечно если бы вот не эта сетка я бы полз наверно довольно таки скользко да мы попали с вами сапню таву сапни это ну сон когда мы сновидения мечты мечтательная мечтательная сновидческая честно я уже не против бы выйти к морю что надоело идти ну что ты там спрятал мишутка смотрите как природа берется все равно там продолжается тропа можете идти дальше но я туда не пойду это я оставлю вам чтобы вы сюда приезжали смотрели с вами пойдем уже к морю кто знает что это за новые мухи которые я вам показала не просто они от атакуют прямо залезают волосы под майку вообще не они вообще не даже не реагируют на то что я обшикался мне кажется что что такое между мухой и муравьем я надеюсь там них нет не произошло еще с клещами скрещение какого-нибудь но они прямо под майкой везде ну что же друзья поблагодарим барона мюнхаузена за гостеприимство правда прямо я столько их снял они прямо они вообще не стесняются и прямо не стеснял их не видите прижимаешь и они фигушки ничего с ними становится она типа потеряла крылья и ползет это пипец какие у меня уже под майкой там куча их ура свобода свобода жизнь блогера просто в опасности знаю штук пять блин было под майкой ну вы наверно спросите феликс прости а что тут такого необычного в этом пляже пляж как пляж на самом деле вас конечно немножко обманул но немножко нам надо еще пройти километра два до того пляжа ну вот потихонечку и прошли здесь такая классная тропа по разным камням можно погулять полечить стопы очень не естественно для латвии такие камни но для рижского залива по крайней мере такого не увидите не в юрмале не где-то еще это еще с ледникового периода сюда принесло такие же камни везде там я здесь купался и маржевал здесь довольно таки тяжело даже тут заходить в воду смотрите камней ну и самые такие крупные валуны здесь я считаю таким затем местом силы здесь прямо можно зарядиться энергетически ну частичку и вам уж передам за лайк обменяться энергией лайком можно здесь конечно где-то 100 метров но пройти вы знаете просто тебя как новые новые просто ступни и перестает болеть все шея позвоночком то все связано не думаю что люди знающие еще если что здесь морская капусточка кстати ее собирают чуть попозже и люди которые здесь живут они кормят ею своих коров так в былые времена не было вот этой калитки если где-то лет 5 назад отдыхал и можно здесь было еще пройти но сейчас такие дома понастроили знаете супер богатая вот один из них виднеется там конечно еще парочку но уже не пройти за все мне всегда казалось что люди которые живут здесь должны быть просто в абсолютном дзене и оме но вы знаете нет там чуть подальше получается так что как бы пляж заканчивается и ну ты не можешь просто там дальше пройти как бы там обрыв да и все и начинается дома территории других людей и тебе как бы чтобы пройти надо как бы выйти в лес а этот лес уже принадлежит людям которые там живут я лично столкнулся с их агрессия я помню как они просто подскочили мужчина сел на велосипед со своим маленьким сыном ну как маленьким школьником они поехали задерживать меня за то что я пересек там тропинка ну чтобы вам не соврать на метров двадцать пройти от дороги до пляжа да но это приватная территория и и они так кричали они так ругались я смотрю не затем его такое ощущение господи какие вы несчастные люди вообще просто вам принадлежит такое красивое место здесь просто можно омить и дзенить и вы бы даже не замечали что люди там аккуратненько ходят по вашей тропиночке с пляжа на проселочную такую дорогу но у них было просто такая жуткая агрессия в глазах я думаю господи но почему иногда так бывает что такие красивые места принадлежат таким так ну что может быть это уже это знак что лайк лайк присел я считак остался мне час до автобуса здесь конечно он придет не так как предыдущие давайте уже потихоньку собираться пойдем обратно на камень и все нету блогера там если чуть дальше пройти там где вот такой выступ видите там будет еще самый большой камень я вам его уже показывала токвенс на одном из видео из рынка скулта что кто хочет посмотреть так как я тут очень все хорошо знаю я свернул на тропинку и пойду по обыкновенной дороге потому что по песку тяжело идти что я надеюсь что вам понравилось сегодняшнее наше путешествие что мюнхаузена вы посмотрели на пляже скандинавском ледникового периода побывали поэтому день удался спасибо вам большое что вы были со мной сегодня если вам видео понравилось я буду рад если поставите лайк спасибо что досмотрели до конца жду вас следующих видео спасибо за подписку спасибо за просмотрели до конца жду вас Субтитры создавал DimaTorzok